Субтитры создавал DimaTorzok Женщина, вам плохо? Может, скорую вызвать? Вы присядьте! Да не рожаю я. Все мужики козлы. А первый козел – это мой муж. Вы знаете, в вашем положении волноваться очень вредно. Да знаю я. Но не могу. Вот схватить бы его за руку. Кобелек чертов. А вы детектив? Да, частный детектив Игорь Лукин. Мне соседка адрес дала. Если вы не возьметесь, я с ума сойду. У меня улики есть. Улики? Ну хорошо, давайте в мой кабинет пройдем. Прошу вас. Вот, присаживайтесь. Так какие у вас улики? У них почерк похожий. Лиза – это моя ученица. Я преподаю литературу в колледже. Вот это ее сочинение. А это записка моего мужа. Он, представляете, до сих пор оставляет романтические послания перед уходом на работу. Представляете? Ой, тихо, тихо, тихо. Ничего, мой маленький. Ну что ж поделать, что твой папа в рун и ничтожество. Ну да, наблюдается некоторое сходство. Но сходство почерков еще не говорит о любовной связи. Ну как же. Я читала в одном журнале, что когда люди находят друг в друге родственные души, то они подстраиваются друг под друга, и у них становятся похожими и привычки, и манеры, и почерк. Для такой трансформации нужны годы. Вот вы сколько лет замужем? Восемнадцать. Боже ты мой. Да этой Лизе, ей оказывается столько же лет, сколько нашему браку. Нет, я с ума сойду. Но он-то, понятное дело, на что клюнул. На фигуру. А она, ну что с него возьмешь? Скоро пятый десяток разменяет. Он ей в отцы годится. Ну а кроме почерка, есть еще доказательства? Конечно. Деньги. Он не всю получку отдает. То, говорит, потерял, то, говорит, другу одолжил. Я говорю, кому? Молчит. По вечерам стал из дома уходить надолго. Типа воздухом подышать. Ну, мне врачи не разрешают длинные прогулки. А Лиза, она вообще бегает от меня. А раньше она была лучшая ученица. Вас как зовут? Валентина. Так вот, Валентина, я возьмусь за ваше дело, но только, чтобы вас успокоить. Вот вы себя накручиваете, а вам это вредно. Муж-то о ваших подозрениях знает? Да нет, конечно. Я же умная жена. Я его убью, если буду точно уверена. Ну, надеюсь, до этого не дойдет. Да. Тема для статьи. Женщина на девятом месяце беременности уличает своего мужа в измене. Да ну, кого этим удивишь? Вот убила на девятом месяце из ревности. Вот тогда написали вы. Ладно, успокойтесь вы уже. Итак, у нас две версии. Первая. Измена мужа с Лизой Воробей. И второе. Домыслы клиентки на фоне гормонального сбоя. Значит, надо рассредоточиться. Наташ, ты соберись информацию на эту Воробей. Ну, с кем живет там, кто родители, чем увлекается и так далее. А мы с тобой займемся Борисом. Он, говорят, спортсмен, по утрам бегает от инфаркта, в тренажерный зал ходит, футбол. У него как раз сейчас по расписанию. Вот, я думаю, надо составить ему компанию. Ну что, он мяч пинает. Я попробую ему составить компанию. А то я ему в куртку прослушку положу. Хорошо. Добрый день. Привет. Вы не против компании? Так и за. В ворота? Готовы? Ну, спасибо за компанию. Спасибо вам. А вы часто здесь бываете? Да нет, не так часто, как хотелось бы, но вот стараюсь. Вы меня простите, у меня дома жена беременна. Я побегу, а то мало ли что. Первый ребенок? Ну да, да, первый. Секунду. Алло, родная? Да. Чего, куда поеду? Хорошо, я обязательно подъеду. Да, буду. Пока-пока. Не-не-не, это я не тебе. Угу. Ну что, кто ему звонил? Жена? Лиза. Через час договорились встретиться. Пссс. А мне говорят, о жене беспокоюсь. Похоже, не зря клиентка волнуется. Ладно, давай за ним, а я в офис посмотрю, что там у Наташи. Что-нибудь Ализе удалось выяснить? Да. Она живет вместе с матерью. Ее зовут Ольга Воробей. Она 70-го года рождения. Угу. Также я узнала, что Лиза потеряла отца в автокатастрофе. Он погиб 8 лет назад, то есть фактически она росла без папы. Вот. А такие девочки, как правило, словно мотыльки, липнут ко взрослым мужикам. Нужно постараться выяснить, есть ли у Лизы параллельные отношения со сверстниками. Или Борис – это ее единственный мужчина. Угу. Да, да, привет. Держи быстро, пока никто меня видит. Спасибо. Что бы я без тебя делала? Да я что-нибудь без тебя делал бы. Мне пора. А вечером, если хочешь, давай встретимся. Ну, погуляем в кино. Да? С удовольствием. Семь часов идет? Я побежал. Побежал. Пока. Здравствуйте, Валентина Петровна. Как вы себя чувствуете? Спасибо. Хорошо. А ты почему от меня бегаешь? Семинары прогуливаешь? Так получилось. По семейным обстоятельствам. А больше тебе нечего мне сказать? Извините, но мне надо идти. Нет, погоди. Мы еще не договорили. Дрянь! Валентина, зачем же вы лезете в расследование? Извините, а вы кто? Простите, я... Меня зовут Дмитрий, я помощник Игоря Петровича. Простите. Но я не сдержалась. Я все видела, как он ей деньги дал. Давайте я вас лучше домой отвезу. Ну, простите меня. Муж ничего не узнает, пока вы все не выясните. Я подожду. Моя машина там. К детективу обратилась беременная Валентина Кораблева. Женщина подозревает своего мужа Бориса в измене с 18-летней студенткой Лизой Воробей. Сыщики берутся за дело и вскоре выясняют, что муж Валентины действительно встречается с девушкой и даже дает ей деньги. Расследование чуть не срывает сама клиентка, которая тоже следит за мужем и, не сдержавшись, накидывается на Лизу в парке с оскорблениями. Дима предлагает беременной клиентке отвезти ее домой. То, что между Борисом и Лизой существует близкая связь, это очевидно. Такая близкая, что он ей деньги дает. И клиентка права. Да, в отношениях ее мужа и молоденькой студентки есть некая интрига. Что же она тогда не нашла себе побогаче-то, помоложе? Ну, олигархов на всех не хватает. Ну, подождите. Мы обсуждаем то, что лежит на поверхности. А если копнуть поглубже, их отношения вполне не видно. Все равно, что отношения отца и дочери. Ну, там, кино, мороженое. Да, тоже та еще информация, но я думаю, что нашей клиентке она понравится больше. Вот что, надо установить связь Бориса с мамой Лизы. Да, еще не мешало бы достать ДНК Бориса и Лизы. Ну, чтобы иметь козырь при разговоре с ними. Ну, я думаю, ДНК Бориса нам клиентка принесет. А ДНК Лизы... Дима, отправляйся к ней домой. Еще постарайся установить там скрытую камеру. А вдруг они действительно любовники? Дима решил проникнуть в дом Лизы Воробей под видом курьера. Добрый день. Служба доставки цветов. Это вам. Здесь открытка. Борис? Странно. Вы, наверное, ошиблись адресом. У меня нет кавалера с таким именем. Да нет, адрес ваш. Ну, давайте я позвоню в офис, уточню, конечно. Может, там какие-то накладки. Телефон сел. Скажите, я могу от вас позвонить в офис? Хорошо, звоните. Спасибо. Телефон вот. Спасибо. Цветы от него? От кого? От ухажера твоего престарелого. Тетя Маш, ну вам не надоело, а? Ну, какая вам разница? Расскорее бы мама приехала. Да уж не говори. Я сама в этом доме больше не останусь. Вон уж какая взрослая. Дяденьку себе взрослого заимела. Лиз, у него же семья, дети, наверное. У нас посторонние дома ничего, а вы скандалы устраиваете. Да, извините, опечатка в адресе. Ну вот, а вы себе напридумывали. Ну ничего, бывает. Но цветы правда красивые. До свидания. До свидания. Наташа, я в квартире Лиза камеру поставил. Ты понаблюдай за ними, а я через 15 минут в офис приеду. Давай. Лиз, ну зачем он тебе нужен? Ты думаешь, он женится на тебе? А вам-то какое дело? Я не понимаю. Да противно смотреть. У нас в семье отродясь гулящих не было. А кольцо на пальце откуда? Да достали вы меня уже. Отставьте меня. Вот три. Ну, как дела? Ну что, суровая тетка у Лизы. Как я поняла, ее мама уехала в командировку, попросила тетку присмотреть за дочкой. Так вот, эта тетя там отрывается по полной программе. Ну да. А вот волосы для ДНК Лизы. И где ты их взял? С расчески в квартире Лизы. А как мы поймем, что это волосы именно Лизы? Очень просто. Тетка и мама у Лизы темненькие, а сама Лиза – блондинка. Мне даже кажется, центральная. Так что я в лабораторию, а ты отправляйся к Борису. Я к тебе позже подъеду. Сдав волосы из квартиры Лизы на анализ ДНК, Дима присоединился к слежке за Борисом. Надеюсь, ДНК подтвердит, что Лиза его дочь. Клиентку беременную жалко. Ничего. Я думаю, что мы сегодня во всем разберемся и возьмем его с поличиной. Лиза носит моего ребенка, а не твоего. Понял? Козел старый. Отвали от нее, а то убью. Откуда он взялся? Тихо, тихо, тихо. Все в порядке? Да. Может, полицию вызвать? Не, обойдемся без полиции. Это, это знакомые-то мои. Ничего себе у вас знакомые. Да сам радуюсь. Спасибо огромное. Утром следующего дня детективы продолжили заниматься делом Валентина. Значит, вы говорите, сходили в кино, а потом Борис Лизу до дома проводил. А этот парень, который напал на Бориса, так и сказал, что Лиза от него беременна. А если все-таки от Бориса, тогда отменять все дело. Ну, Боря, ну, Орел, получается, он ждет двух детей. Причем одного от жены, а второго от любовницы по залету. И кого он выберет, большой вопрос. Да, кстати, клиентка узнала этого нападавшего парня, она в окно видела. Это однокурсник Лизы, зовут его Егор. Да, но Лиза не общается с Егором. Его телефон у нее в черном списке. Да неплохо бы, конечно, вообще заглянуть в ее телефон и смс-ки почитать. Да легко, не вопрос. Да? Я думаю, об этой пикантной ситуации пока не стоит рассказывать клиентке. Будем продолжать наблюдать за Борисом и Лизой. И будем ждать результатов анализов ДНК. По заданию Лукина помощники вели наблюдение за Лизой. У тебя совсем крыша поехала? С мини-тонной поговорим. Если ты еще раз приближешься к Борису, ты еще пожалеешь об этом. Он еще мало получил за то, что сделал. Он ничего тебе не сделал. Мы с тобой расстались. Не лезь ко мне и моим близким. Близким? Ты носишь моего ребенка? Или это его ребенок? Никакого ребенка не будет. Я сделаю аборт. Если это мой ребенок, я запрещаю делать аборт. И тебе решать. Я не верю, что ребенок его. Вернись ко мне, будем вместе, поженимся. Да оставь меня в покое. К детективу обратилась беременная Валентина Кораблева. Женщина подозревает своего мужа Бориса в измене с 18-летней студенткой Лизой Воробей. Сыщики выясняют, что муж Валентины действительно встречается с девушкой и даже дает ей деньги. Становится известно, что Лиза находится на раннем сроке беременности, а на Бориса во дворе дома нападает ее бывший парень Егор. Возмущенная Лиза требует, чтобы Егор отстал от Бориса и сообщает, что сделает аборт, не сказав, кто же настоящий отец ее будущего ребенка. В тот же день Лиза пришла на свидание с Борисом. Дем, Дем, ну только я тебе хотела сказать, ну почаще надо бывать как-то на свежем воздухе. Посмотри, ну посмотри, какая ты бледная, вон. Да не хочется, это беременность до канала. Тошнит постоянно и спать хочется. Но ты же мне дашь деньги на аборт? Лиза, мы сколько раз об этом говорили. Я против абортов, категорически. Прости, но денег на это я тебе не дам. И что ты мне предлагаешь? Я ведь даже не зарабатываю, какая из меня мать? Слушай, ну об этом вот нужно было бы думать раньше. Сейчас-то что уже? Ты пойми, я тебе буду помогать. И со временем все устроится, ну замуж выйдешь и все будет в порядке. Замуж? Да за кого? За Егора. Егор хороший парень, ну присмотрись к нему, что ли. Хороший, да? Хороший. И это говоришь мне ты? Да ты предатель. А я-то думала, ты настоящий мужчина. Лиза! Лиза! Получается, Борис бросил ее с ребенком. Ну логично, но мужик определился и выбрал жену. Ну да, кого же еще? Так, онлайн переписка Лизы с Борисом. Так, папочка, прости, я вспылила. Пойми, я не могу оставить этого ребенка. Хотя очень хочу, мне страшно. С Егором у нас нет будущего, он предал меня. В моей жизни теперь остался только один мужчина. Это ты. Получается, она действительно его любит? Почему тогда папочка? Ну как почему? Извращенец потому, что он же прекрасно понимает, что он и его отцы годится. Не годится. Он и есть ее настоящий отец. Вот полюбуйтесь. Экспертиза ДНК. Так что же получается, что у Бориса были отношения с матерью Лизы? Похоже на то. Да, кстати, она как раз сегодня возвращается с командировки. Нужно бы выяснить, в каких отношениях мать Лизы и Борис. Ну, чтобы знать, что клиентке грозит. Ну, как в каких? Бывшая любовница, все ясно. В общем так, продолжаем наружные наблюдения. Я просто чувствую, что развязка уже близка. По поручению Лукина, помощники вели наблюдение за встречей матери Лизы Ольгой и ее тетей Марией. Это тебе подойдет к цвету твоих глаз. Ой, Олечка, спасибо. Очень красивый. Слушай, и в кого она такая, а? Ни моральных устоев, ни принципов. Ой, связалась с женатым мужиком, а ты молчишь. А что тут сказать? Выросла девочка, и не она первая с женатым связывается. А ты знаешь, что она у него деньги берет? Теперь в курсе. Я была уверена, что там ничего серьезного. Я его видела, так себе мужичок. А я видела, как она тест на беременность покупала. Тест? Это точно? Точнее не бывает. Да раньше надо было думать, Оль. А сейчас принесет тебе в подоле, будешь воспитывать. Ой, женатик-то наверняка руки умоет. Спасибо тебе, что присмотрела за домом, за Лизой. Дальше мы как-нибудь сами. Извини, ты же знаешь, я за честность. Что-то я не понял. Если Борис родной отец Лизы, то почему тогда мать его не узнала? 18 лет это небольшой срок, он не мог так сильно измениться. Не мог. Тем более, он же не бомж какой-то. В чем тогда дело? Я думаю, вот в чем. Ольга не родная мать Лизы. Надо Игорю Петровичу позвонить. Подожди, ну что, об этом даже родная сестра не знает? Ну что, не получается, тогда удочерили ее в раннем детстве? Ну а почему нет? Алло, Игорь Петрович? Да, у нас тут новая информация. Мам, наконец-то ты вернулась. Уезжала ненадолго, а новостей масса. Скажи, ты правда беременна? Да. А отец ребенка, это тот твой взрослый мужчина? Мам, да нет никакого взрослого мужчины. А кто отец? Егор? Мам, я понимаю, тебя накрутили. Я даже знаю, кто. И выглядит это все не очень. Да уж. Твоя тетя права. Ты совершенно безответственный человек. А этот твой мужчина, он чем думал? Тебе только 18. Мам, я тебе все объясню, и ты меня поймешь. Нет, прости, я тебя не понимаю. И что ты теперь собираешься делать? Аборт. И все будет нормально. Нормально? Ты говоришь о ребенке, а сама мыслишь, как ребенок. Мам, да масса женщин делают аборт, и ничего. Это обычное дело. Обычное дело? Господи, да в кого же ты такая выросла? Ну скажи мне, в кого? Может быть, свою настоящую мать? Скажи, пожалуйста, это Машка, тетя Маша тебе сказала? Нет, она хоть и тварь, но до такого еще не дошла. Тогда кто? Меня нашел мой настоящий отец. Что? Ты тот мужчина, который увидел с тетей. Ты и есть мой настоящий папа. Мам, когда ты собиралась мне об этом рассказать? Никогда. Я слишком люблю тебя. Мам, ну я тебя тоже очень сильно люблю. Я всегда тебя буду любить, но это совсем другое, мам. Прости. У нас с отцом твоим была генетическая несовместимость. И мы решили удочерить тебя. От тебя отказались в роддоме. Почему? Почему они отказались? Почему эта тварь, моя настоящая мать, не сделала аборт? Не знаю. Но точно не потому, что она тебя не любила. Вот и папа так сказал. Скажи, а отец ребенка это Егор? Да. И он по-прежнему любит тебя? Да. Вот что. Не будет никакого аборта. Выйдешь ты замуж за Егора? Нет. Мы вырастим этого ребенка. Пойдем домой. Ну ладно, с отцом там все понятно. Осталось выяснить, кто родная мать девочки. Да элементарно. Борис, живя с Валей, родил с другой женщиной ребенка. Бросил ее. Ну и, скорее всего, эта женщина оставила дочку в роддоме. Получается, наш Борис везде поспел. И теперь не знает, что делать. Не надо было заводить ребенка на стороне и бросать его на 18 лет. Да, в принципе, дело можно считать закрытым. Нам осталось только выяснить, что знает Лиза о своей родной матери. И чем эти отношения угрожают нашей клиентке. Здравствуйте, Глеб. Здравствуйте. Ну, я вот сегодня не в форме наблюдаем. На мальчишке так ничего и играет. Да, смотришь на мальчишек и думаешь, все надо делать вовремя. Детей ему угрожать пока молодой. Мы все откладываем, тянем, пытаемся заработать. Но для счастья много-то и не надо. Да, правда ваша. Но только вот не все и не всегда зависит только от нас. Да? Опа! Банка! А что же вам в прошлый раз помешало? Не понял. Что вы имеете в виду? Кто вы? Ваша жена к нам обратилась. Ну, чтобы я выяснил, какие у вас отношения с Лизой Воробей. Ну, я выяснил. А что вы выяснили? То, что вы отец Лизы. Хотелось бы знать, кто ее мать. Вы рассказывайте, Глеб. Сэкономите время всем. Хорошо, я готов. Пойдемте, я все расскажу. Представляете, я до недавнего времени не подозревал, что у меня есть дочь. Вот как это? Вот так. Мы с Лизой очень рано поженились. Ну, молодо, зелено. Не были готовы к подобным отношениям. А тут меня в армию призвали. Морфлот. Три года. Ну, ушел, отслужил как надо, вернулся. Ну, и вы помирились. Да, помирились. Все хорошо, но только детей нет. Мы и лечились, а Бог не дал. Я со временем как-то смирился, что ли. А вот Валя, Валя последнее время стала ходить по бабкам, да по святым местам. И после каждой такой прогулки возвращается сама не своя, а плачет целыми днями. Я уже стал даже за психикой ее беспокоиться. Ну, а просто с ней поговорить не пробовали? Да пробовал, конечно. Говорю, она плачет и молчит. И в один такой день я решил проследить. Сначала она пришла в храм, молилась там истово. А потом к святому источнику пошла. Господи, прости, что бросила девочку мою, маленькую. Облегчи мне больно. Молилась она долго, а потом заплакала и говорит. Не могу мужу в глаза смотреть и жить больше с этим не могу. Ты представляете, в реку уже сегать собралась. Ну, тут я уже выскочил. Говорю, я простил тебя, и Бог точно простит. Поехали домой. Тогда она мне все подробно и рассказала. Тут уж я думал в речку топиться полезу. Есть какая-то причина, почему Валентина отказалась от ребенка? Да. Я когда на флот уходил, сдуру брякнул, что развожусь с ней. Она уже тогда беременная была, только не сказала никому. И потом ничего не сказала. Все тихо сделала в другой город. На весь период беременности и родов уехала. А после родов раз и отказалась от ребенка. Я когда правду узнал, ну, конечно, мы искали ее, но дохлый номер. Тайна удочерения. То есть Лиза сама вас нашла? Получается, что так. Нянечка из детдома, в котором Лиза воспитывалась, как-то сообщила Лизе, что ее ищут родители. И в один прекрасный день звонок в дверь открываю, на пороге моя дочь. Хорошо, что Валя тогда была в больнице на сохранении и лежала. А то, честное слово, прости господи, родила бы раньше времени. А в чем еще? В чем еще-то? Шутка большая. Судьба, не знаю что. Лиза учится в колледже, в котором Валя преподает. Ну и что, Лиза вас простила? Да. Ну, не сразу, понятное дело. Но она очень, очень добрая девушка. Я сейчас переживаю сильно, как бы не повторила она наши с Валей ошибки. Поэтому, знаете, я вас очень прошу, вы, пожалуйста, Вале ничего до родов не говорите. Я сам. Спасибо. Секунду. Да, да, Валюш. Да, Валюша. Валю. Валюш, успокойся. Успокойся. Я еду, жена рожает. Так я вам сейчас подкину, а потом вас до родов дома довезу. Спасибо огромное. Да, Валюш. Лиза, Лиза, Лиз. Лиз, да, 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 все хорошо. Мамка рожает. Мы едем, едем уже. Валя! Я приехал. Успокойся, успокойся, успокойся. Аккуратней, что такое? Что, уже? В схватке уже пошли. Валюш, молодец, давайте, поехали, поехали. А вы откуда? Вы что-то выяснили? Скажите мне прямо сейчас. Мы выяснили, Валентина, что ваш муж вам никогда не изменял и не изменяет. А почерки? Почерки, они просто похожи, согласно данной почерковической экспертизы. Я, кажется, начинаю понимать. Ты? Ты моя дочь? Да, мама. Прости меня. Прости. Я давно тебя простила, мама. Ой, ой, ой. Ой, Господи, мой. Почерки, гадя. Ой. Лиза простила мать. У нее появился младший брат. Валентина с ребенком выписались из роддома здоровыми. Спустя 8 месяцев Лиза родила девочку. Егор надеется, что Лиза выйдет за него замуж. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Здравствуйте. Осторожно, не испачкайтесь. Доброе утро. А-а-а! Завершив очередное дело, Аня и Дима радовались счастливой развязке. Ну что, работнички, сегодня, наверное, все по домам. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу я поговорить с детективом? Здравствуйте. Я детектив. Меня Алексей зовут. А это мои помощники. Очень приятно. А меня зовут Сергей Сергеевич. Ну, проходите, Сергей Сергеевич. Присаживайтесь, пожалуйста. Спасибо. Ну, я вас слушаю. Сегодня утром я обнаружил, что у меня пропала картина. Главная ценность ее в том, что на портрете изображена женщина, которая очень напоминает мою покойную жену. Сергей Сергеевич, а вы чем занимаетесь? Я сейчас на пенсии. А вообще-то врач, онколог. Валю привел ко мне на прием ее первый муж. Золотые горы сулил. Лишь бы я ее спас. Я действительно ее спас. И Валя после этого прожила почти 20 лет. А потом болезнь вернулась. И два года назад ее не стало. Если я сейчас все правильно понял, Валя ушла к вам от своего мужа. Да, такое действительно иногда бывает. Она во всем призналась мужу и переехала ко мне. С собой забрала лишь портрет неизвестный. И вот теперь эта картина исчезла. Сегодня утром захожу в кабинет, а на стене пусто. А накануне картина была на месте? Да, конечно. Вчера у меня был день рождения. Пришла. Друзья, у меня для вас сюрприз. Красиво. Здрасте. Здрасте. Это Людочка. Моя Людмила. Василиса Львовна. Ирина. Иван. Людочка. Садись, присаживайся. Это моя Людочка. Мы сейчас начнем торжество. А я руки пойду помою, я с дороги. Вы увидите. Она просто чудо. Такая непосредственность. Как будто сошла с моей любимой картиной. Иван, ну ты же помнишь, у меня в кабинете портрет неизвестный. Помнишь? Ну? Ну да, похоже вроде. Вроде похоже. Так, немедленно все ко мне в кабинет. Прошу, прошу. Я хочу, чтобы вы сами убедились. Ну что вы? Проходите, проходите. И вечером, конечно, картина еще была на месте. Это совершенно точно. А с Людмилой вы сколько уже знакомы? Завтра будет неделя. Но на нее весь вечер волку смотрела Василиса. Василиса? Домработница. Ее еще жена нашла и привела в дом. И она стала кем-то вроде друга семьи. Я понял. Сергей Сергеевич, а в полицию вы не обратились потому, что считаете, что картину взял кто-то из своих? Это Василиса. Вечером после застольки мы пошли погулять в парк. А Василиса осталась прибраться. И вот, наверное, обиделась за то, что я ее преданности не оценил. А Василиса что, имела на вас виды? Думаю, да. Наверное, считает, что я этим самым память Валентина оскорбляю. Вот и забрала у меня самое дорогое, что у меня осталось на память. А вы Василисе звонили? Да, конечно. Я сразу же позвонил. Но на такой крик подняла. Я хотел было в полицию обратиться, но Людмила заступилась за нее и отговорила. Ну, правильно. Все-таки Василиса вам не совсем чужой человек. Сергей Сергеевич, а какую материальную цену себе представляет эта картина? Я не специалист, но недавно мне предлагали за картину 200 тысяч. Кто предлагал? Какой-то коллекционер. Я даже не знаю, откуда он телефон достал, фамилии не знаю. Но я ему сразу отказал. А Людмила? Нет, это исключено. Людмила весь вечер была дома, рядом со мной. А ночью она не могла выйти незамеченной. У меня четкий сон. На следующее утро Алексей Насонов приехал к Сергею Козловскому домой. Доброе утро. Здравствуйте. А можно ваши ключи посмотреть? Да, пожалуйста. Вот и замки хорошие, и квартирная сигнализация, но не помогло. А что вы ищете? Ну, вдруг кто-нибудь с ключей слепок снимал. А с замком в последнее время проблем не было? Да все как обычно. А покажите мне место, где картина висела. Да, проходите, пожалуйста. Держите. Ну вот, здесь она и висела. А я смотрю, вы и сами пишете, да? Ну, знаете, я живи-псю стал увлекаться после того, как Валентина принесла эту картину в дом. Валентина очень любила живопись. Мы с ней на разные выставки ходили, альбомы покупали, дружили с коллекционерами. Я и сам потом увлекся и стал писать, когда появилось свободное время. Ну, по-моему, у вас неплохо получается. Спасибо. Но куда мне до настоящих мастеров? А знаете, что я особенно люблю? Я люблю наших художников второй половины прошлого века. Их еще называли соцреалистами. Какая у них экспрессия, какая энергия, как они женщин писали. Ну да, да, женщин. Красавец, комсомолок, спортсменок. Они просто излучали энергию. Они все светились. Ну да, я понимаю, понимаю. Ну и что из того, что Людмила малярша? Она труженица. Я ей даже сказал, пусть бросает работу. Она обещала подумать. Ну, согласитесь, красавица соцреализма, сидящая на диване, ну, как-то уже не то, что ли. Вот, я же тебе на здоровье. Пекла этому неблагодарному. А он взял и с работы меня уволил. И за что? Картина у него пропала. В его-то возрасте на первую встречную юбку кидаться. И главное, на кого? На маляршу из подъезда. Ну, с другой стороны, подозрения Сергея Сергеевича оправданы. Вы ведь вчера вечером оставались одна в квартире? Конечно. Убираться же надо. Он, что ли, будет убирать? Или вот эта маляша, что ли, его? Ну, видимо, она вам не очень нравится. Ой. Она аферистка. Ну, конечно, мужчина-то приличный. Квартира у него великолепная. Холост. Она знала, на кого свои белила лить. А вы знаете, когда я там работала, ничего у него не пропадало. Значит, вы думаете, что это все-таки Людмила? Конечно. Ну, не Диана, вы же вот эта Ира с Ваней. Нет. Это порядочные люди. Да сто лет мы и знаем. Так обидно. Вы знаете, работу потеряла. Так вот бывало, два-три раза забежишь на недельки, все вымоешь, что-нибудь и заплатят. А так чего? Пенсионерам-то шибко на пенсию не разгуляешься. Ой, вообще так обидно. Ну, ничего-ничего. Он еще придет ко мне и на коленях будет прощения у меня просить. Вы знаете, я сейчас вам ключи отдам его. Вот, берите. У пенсионера Сергея Козловского из квартиры пропала дорогая ему картина. Портрет женщины, очень похожий на его покойную жену. Козловский подозревает в краже свою домработницу Василису. Просит детективов разобраться в этом деле и вернуть ему пропажу. Сергей Сергеевич, а вот Ирина, Иван, Диановы, о них что можете сказать? Это мои коллеги. Мы с ними работали и продолжаем работать. Я постоянно с ними в контакте. А они живописи не увлекаются? В смысле? Нет, ну что вы. Мы же вечером пошли гулять, а потом они уехали на такси. Ой, позвольте, я совсем забыл. О чем? Когда мы пошли вечером гулять, Ирина сказала, что забыла Пашми, ну платок такой длинный, и вернулась назад. А мы ждали ее около подъезда. Ирина, ирина, ирина! Илья Борисович, это Василиса Львовна, здравствуйте. Вы еще не закончили ремонт, да? На генеральной меня вызовите, я лучшей любой фирмы вам уберу. Илья Борисович, вы помните, я вам про картину рассказывала, фотографии еще посылала вам, да? Да, вы знаете, я хочу ее продать. Да, хорошо, подойду. До встречи. Ну ничего себе, прям сама честность. А возмущалась-то как, ключи кидала. Звоню Алексею Викторовичу. Детектив Насонов следил за медсестрой Ириной Диановой. Да. Вот как, очень интересно. Вы наблюдайте за ней, если будет что-то интересное, сразу не сообщайте. Так, стоп, а картины где? Я не знаю, наверное, спрятаны где-то. Не в сумочке же. Ну, логично. Да, Ваня. Да, Ваня. Да, Ваня. Да, Ваня. Ну, и что я теперь должна делать? Ну, риэлтору скажи, что деньги скоро будут. Скоро. Сам знаешь, тут точно сказать сложно. Да и грех это ничего. В Сочи домов много, что-нибудь и нам останется. Ладно, Ваня, давай, мне идти надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Семен Валерьевич! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Господи, да что же это? Алло, Лена? Лена, это Ирина Дьянова. У меня Изотов умер на Комаро-18, Ну, который да только что зашла. Давай быстрее, высылай машину. Мужчина, вы мне не поможете? А что случилось? У вас сердце, нервы крепкие. Да, вроде бы, да. Тогда пойдемте, поможете мне моего пациента на кровать переложить. Умер он. Тем временем Анна и Дима наблюдали за Василисой. Она встретилась с неким Ильей Борисовичем, с которым созванивалась накануне. Спасибо вам большое. Отмучился. Тут уже ничего сделать нельзя было. Я медсестра присматривала за ним. Да вот не досмотрела. Утром позвонила, не отвечает. Ну, думаю, спит, наверное. Таблетки-то сильные. Все время сонный. Таблетки-то. Вань, умер Изотов. Да как-как? Прихожу, как всегда. На кухне лежит. Отмучился. Ну, вставал зачем-то, упал. Ну все. В завещании у нотариуса лежит, там все сказано. Так что квартира моя. Моя-моя. Да. Имею право. Почти год за ним, как за ратным ходила. Рецепты, лекарства, аптеки, магазины. Ну, сам знаешь. Да машину жду. Давай, пока. Да, я слушаю. Алло, Алексей Викторович. Василиса встретилась с неким Ильей, которому звонила из дома и договаривалась о встрече. Она показала ему какие-то документы и сейчас, по всей видимости, они возвращаются к ней домой. Мы думаем, что она договорилась о продаже картины Козловского. Да, я понял. Сейчас я к вам подъеду. У Сергея Козловского пропала дорогая ему картина – портрет женщины, очень похожий на его покойную жену. Детективы берутся за дело и устанавливают наблюдение за подозреваемыми – медсестрой Ирины Диановой и за уволенной домработницей Василисой. Вот, угощайтесь, пожалуйста. Ой, Илья Борисович, у меня же беда. Козловский-то меня уволил. Я верой и правдой… Более десяти лет у него проработала. А что так? Ой, я даже говорить не хочу. Стыдоба одна. Он связался с маляршей, которая красила в его подъезде. Илья Борисович, мне бы хотелось картину как-то вот подороже продать. А? Ну, Козловский, конечно, разошелся. А цену я поставить не могу. Художник этот фигура… Широко известная, но, знаете ли, в узких кругах. Позвоню кое-кому, поспрашиваю, а там посмотрим, как дело пойдет. Нет-нет, я вообще-то не спешу. Я же знаю, что это дело-то не быстрое. Поэтому я и позвонила вам, когда у меня беда-то вот случилась. Да вы показывайте жубашу красоту. Не томите. Сейчас. Ну что, как дела? Все супер. Пошла за картиной. А этот Илья, это кто? Ну, это Илья Борисович, он, похоже, коллекционер. По крайней мере, в живописи точно разбирается. Алексей Викторович, смотрите. А вот и наш портрет неизвестный. Ну что, Дима, пойдем посмотрим, что это за неизвестное. Ну вот и все, попались. Кто? Василиса Львовна, это Дима, мы были у вас с утра. Да, картина нашлась. Ой, здрасте. Здрасте. Меня Алексей зовут, я детектив. Можно? Ну. Пройдемте. Ну и что скажете Василиса Львовна? В смысле? Позволите посмотреть? Пожалуйста. Это что такое? Вы что же, думаете, что я порованную картину, что ли, продаю, да? Ну, а что вы на вами вместе подумали? Мои помощники отследили вот ваши переговоры. Сушков Илья Борисович, коллекционер. У меня частная галерея. Документы я проверил. Дарственная картина есть, все в порядке. Ну надо же. Мне эту картину Валечка еще подарила. На юбилей, когда я на пенсию вышла. Она сама ее купила. Эта картина мне очень вот нравилась. Поэтому она мне и подарила эту картину. Вы что? Ну что ж. Извините нас за вторжение. Работа такая. Детектив Насонов решил еще раз поговорить с клиентом. Люда, это Алексей Викторович. Я тебе о нем говорил. Детектив. А это моя Людмила. У нее сегодня выходной день. Так что, Сергей Сергеевич, пока в общем-то тупик. А Василиса, похоже, ни при чем. Друзья ваши, Дианины, тоже деньги вроде бы честно зарабатывают. Да. А вдруг это все-таки Василиса? Ну, притаилась пока, чтобы себя не выдавать. Или наоборот, дыму напустила. С этой продажей. Ну, я думал об этом. Ну что, камера усилий состоит. Запись мы ведем. Да и потом, пока картину не нашли, все остаются под подозрением. Я пойду вам чай заварю, дай. Сергей Сергеевич. Да. А можно мне кофе? Да, конечно, конечно. Конечно. Ну что, есть картинка? Да, все в порядке. Вот так. Так, значительно лучше. Люда? Люд, ты скоро? Иду. Какая ты красавица. Такая горячая, Людка. Вот так, золотая, теревожит здань. Твою, как порисовать хотел немного, а сам... Так. На, вот себе лимонадико охладись немного. Сама готовила. Молодца мужик. А ведь уже на пенсии? Ну а ты что думал, влюбляются только молодые? Ань, ты нашла телефон диспетчерской? Да, сейчас. Алексей Насонов решил собрать информацию о Людмиле по месту ее работы. Алло, диспетчерская. А не подскажете, дом номер 9 по Малиновскому к вам относится? А мне нужны координаты подречика, кто делает в доме ремонт. Ну, у себя в квартире тоже хочу сделать. Подождите, вы не делаете там никакого ремонта? Это точно. Извините. Вот так малярша. И откуда же взялась эта красавица социореализма? Хорошо. Странно. Что-то я сегодня среди бела дня спать хочу. Ты молодец. Хорошо позируешь. Наклони голову. Что? Волосы вот так. Вот хорошо. Хочешь? Очень вкусно. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Сидел бы. И сидел. Алексей Викторович. А давай мы лучше глянем, да? Давай, тихо. Вот отдохнешь немножечко. Давай, давай. Вот молодец какой. Так. Немножки загинем. Все. Поспишь чуть-чуть. Посмотрите, это что, клофелин? Или снотворные? Ну, скоро все станет ясно. Сережа. Сережа? Сережа. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Антон Андреевич, это я. Картина, у меня подъезжайте. Ага, я что? А вот теперь поехали. Ну, конечно, и сообщник имеется. Вот как все интересно. Смотрите. А вот это уже точно развязка. Аня, вызывай полицию и скорую на всякий случай. Неизвестно, чем она там накачала. Хорошо. А мы с тобой пошли на завтар. Так, спокойно, Людмила. Тихо, 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 спокойно. Копчем сюда. Слушай, полегче ты давай. Вы кто такие-то? Спокойно, спокойно. Я частный детектив. Ну, детективы, что дальше? А вот дальше приедет полиция и все объяснит. Возьмите, пожалуйста, я вас прошу, отпустите меня. Я же ничего не давал. Ты это у меня заставил. Я ему просто денег должна. Да помолчи ты, дура, помолчи. Чего ты колешься раньше времени? Слушай, командир, давай отойдем, в сторонку поговорим. А здесь что-нибудь говоришь? Стесняешься, что ли? Да ладно, блин, ну, не уголовники же мы. А это что? Слушай, отпусти-ка, а? Не убегу никуда. Ты понимаешь, это Валя, жена моя, бывшая. Не она, конечно, здесь нарисована, но очень похожа. Один в один. Жили мы с ней душа в душу, пока вот этот вот не увел ее. Я ведь знал, что он на людку поведется. А что волком-то смотришь? Не бойся, ничего с тобой не будет. Слава богу, не убили никого. Ну, а долг, долг я тебе прощаю, так и быть. Так что не ной, все будет хорошо. А я тоже умею на четыре лапы приземляться. Передизировка снотворного или клофелина? Да, мы будем ждать вас здесь, около подъезда. Что за черт? Да ничего себе! Алексей Викторович! Алексей Викторович! Сергей пришел в себя, у него пистолет. Какой пистолет? Откуда? Не знаю, он в шкаф достал. Не лезть, пожалуйста. Я сам. Пистолет не газовый, не надейтесь. Сергей Сергеевич, но вам-то зачем все это? Зачем? А зачем он это сделал? Зачем? Все не можешь простить, что Валентина ко мне ушла. Мстишь? А ты зачем это сделал? Для чего? Зачем? Он тебя заставил это написать. Ухожу, надоело жалеть. Одинокого пенсионера. Я не хотела, я правда не хотела. Пожалуйста, я тебя прошу, не стреляй. Ну вот, спектакль окончен. Рот свой поганый. Закрой! А знаешь, ведь Валя звонила мне перед смертью и говорила, что любит только меня и что очень сожалеет о том, что так все произошло. Ведь на этой картине все-таки не она нарисована. Так что запомни, настоящая Валя любила только меня. Понял? Так что забери эту картину, подавись. Сергей Козловский отказался свидетельствовать в суде против Антона Леонова и Людмилы Караваевой. Они получили условные сроки наказания. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Анатольевич. Анатольевич. Эдуард Анатольевич, как доехали, как дорога? Благодарю вас, без эксцессов. Лидочка, что-то мне совсем... Ой, воды принеси. Ну уж, не ожидал я тебя увидеть. Сорок лет прошло. Что ж, иногда обстоятельства бывают сильнее человека. Типичный ответ труса. Конечно, легче сбежать, чем разгребать то, что он творит. Пусть первый бросит камень, кто без греха. Особенно легко говорить о грехе, когда за твои грехи расплачивается кто-то другой. Послушайте, а что Лидочка говорила о твоем отце? Что-то говорила. Говорила, что он из научной среды и науку поставил выше собственного счастья. Правда, колебался. Ну, пару минут. Лидочка, где она теперь? Где? Тамара Андреевна, здравствуйте. Я частный детектив. Здравствуйте. Это я вам звонила. Проходите. Огромное спасибо, что приехали. Проходите, садите. Так что у вас случилось? Родственник пропал. Ну, как родственник? Отец моего мужа, Олега. Он их бросил, когда Олег еще совсем маленький был. Бросил их и всю жизнь, все эти годы видеть их не желал. А теперь появился. А ваш свекра, он у вас вот здесь остановился? Ну, да. Три дня у нас гостил. Перед тем, как он пропал в семье, ничего не происходило? Ну, как раз в последний вечер, когда он здесь был, у нас был такой семейный скандал, но не он тому причиной. Последний раз спрашиваю. Берешь на себя управление филиалом? Завтра же все оформим. Нет. У меня диплом на носу в Бетакадемии. Ты же знаешь. Так не денется от тебя никуда эта Ветакадемия. Филиалу нужен руководитель. Ты понимаешь, что там мне нужен свой человек? Для кого я горбатился все эти годы? Пап, я хочу быть Ветврачом, понимаешь? Ветврачом, а не торгашом. Ах, вот как. А ничего, что твой папаша торгаш оплатил тебе Ветакадемию. Это тебя не колышет. Верну я тебе деньги. Заработаю и верну. Зря ты так с парнем. Слушай, тебя забыл спросить, как мне с сыном разговаривать. Ну не лежи ты у него душа к торговле. Ну не ломай ты парня, добром это не кончится. Уж я-то знаю. Послушай, папаша, я 40 лет без твоих советов обходился. Ничего, как-то разбирался. Давай-ка с тобой продолжим в том же духе. Я первым делом у Тимура, у сына спросила. Тимур, ты не знаешь, где дедушка? Он только головой качает. Ума не приложу, где он может быть. А ваш муж как на это отреагировал? Муж? Да никак. Он же его первый раз увидел. Говорит, папа в своем стиле пропал без предупреждения, как тогда, когда он маму его беременную бросил. Ну, судя по тому, что ко мне обратились вы, а не муж, муж, наверное, до сих пор отца не простил. Да, господи, какая разница, кто обратился? Понимаете, он пожилой человек в чужом городе. А вдруг с ним что-то случится? Вдруг он заблудился? Да мы же себе не простим, если с ним какая-то беда случится. Я понял. Мне нужны все его данные, адресы, осмотреть вещи, которые остались после него. Да, конечно. Пойдемте, я вам все покажу. Да, Алексей Викторович, я понял. Хорошо, приступаем. Ну, что там? Старичок какой-то пропал. Записывай. Эдуард Анатольевич Дробышев, профессор. Уроженец нашего города, но давным-давно перебрался в Санарино. Приезжал к нашей клиентке погостить. Профессор? В другой город? Вообще-то странно. Я, насколько знаю, у нас научная база достаточно неплохая, а Санарина это вообще дыра какая-то. Ну, не знаю. Ну, что там? Есть? Да подожди, тут что-то непонятное. Хотя, видимо, по нашей теме. Дядька-то вредный. То ли научную диссертацию у кого-то спер, то ли еще что-то в этом роде. А конкретнее? А конкретнее? Я сейчас тебе скину координаты у бывшего коллеги. Вот съездишь, узнаешь все из первых уст. Ммм. Хорошо. Да. А ты тогда обзвони, пожалуйста, морги и больницы. Вдруг наша потеряшка, не дай бог, конечно, там найдется. А мы тут с тобой сидим, гипотезы строим. Хорошо. Секундочку. Вот его сумка. А, похоже, ваш гость-то уезжать не собирался, раз такие вещи оставил. Ну, вот я испугалась. А телефон я глупый у него забыла взять. Кто же знал, что так выйдет. А все-таки почему ваш муж не участвует в поисках отца? Ну, мне показалось, что он как будто ожидал, что так и выйдет. Даже не удивился, когда Эдуард Анатольевич ночевать не явился. А зачем искать того, кто сам ушел? Да еще второй раз. Ой, подождите, телефон звонит. Да, Тимур. Я жду, приходи. Насонов решил установить в квартире Сизихиных скрытую камеру. А что за история-то была? А, соблазнил первокурсницу, голову задурело и уехал в другой город. А ваша свекровь она сейчас где? Лида. Она умерла. Сейчас, секундочку. Вот. Вот она. Сына вырастила сама. На трех работах работала. Как в институт он пошел, стала угасать и умерла. Раз, сердечный приступ. А что ж нас за все эти годы не разыскала отца своего ребенка? Ну, я так понимаю, она гордая была Лида. Сказала всем, что вырастет ребенка одна. Раз с отцом не повезло, и вырастила. Не хотела никаких подач, гордая такая, понимаете. А ваш сын, он что-то по этому поводу думает? Тимур. Тимур очень обрадовался, что дедушка появился. Он вообще очень добрый парень. А он здесь с вами живет? Нет, он снимает квартиру. Ну, дело молодое, сами понимаете. Зарабатывает сам, в бабушку пошел. Вы часто с ним ведетесь? Так. Ну, через день сегодня точно зайдет, обещал пообедать. Готовить ему некогда. Понимаю, работает. Да, он очень хороший врач-ветеринар. Золотые руки. Говорят, чудеса творит. Посетив бывшего коллегу Дровышева, Дмитрий приехал к дому клиентки. Ну что, как успехи? Да пообщался я с одним забавным дедом. Он когда-то был доцентом в том же Уси, где и работал наш потеряшка. Ну, ему упадет уже лет за 70. Ну да, но ум пока ясный. Так вот, по его словам, характер у этого Дровышева был весьма не подарок, скажем так. Так вот, а карьеру он свою начал с того, что позаимствовал у своего коллеги идею, переработал ее и выдал за свою. Ну, это же дела давно, минувших дней на то, чем помогут эти знания. Ну, как сказать. После этого был скандал. А потом Дровышев выехал из города и больше туда не являлся. А где сейчас этот обворованный коллега? Коллега уже давно умер. Ну, выяснилось вот что. Дровышев уехал не один, а взял с собой ассистента. Петр, Петр Апарин. А зачем? Ну, по словам моего собеседника, Петр был очень способный аспирант. И профессор цепился у него, как пиявка. Да. Похоже, не любили профессора в научной среде. Ну, а что, очень удобно иметь рядом с собой источник свежих научных идей. Так, а где сейчас этот топорин? Никто пока не знает. Но если профессор обидел его тем же образом, то у Петра появляется мотив к мести. К детективу Насонову обратилась Тамара, жена Олега Сизихина. Пропал их гость, отец Олега, Эдуард Дровышев. Старик-профессор все эти годы жил в другом городе и не поддерживал связь с семьей, поскольку плотно занимался наукой. Поэтому его визит стал неожиданностью для семьи Олега. Что по моргам больницы? Глухо. Ни одного подходящего по возрасту мужчина не поступала. Ну, уже хорошо. О, смотри-ка, семья Клинки собралась. Я вот одного понять не могу. Почему тебе так торговля-то не нравится? Мне в магазинах свой ветрач нужен. Место с хозяйств приходит, так что своя рука всегда пригодится. Пап. Ну, не торговец я. Я ветврач. А ты мне про мясо говоришь, а я тебе про живых существ. Ты их трупами торгуешь, а я им жизнь продлеваю. Между прочим, как ты выражаешься, это их труп, и приспокойненько за обедом-то лопаешь. Олег, ну отстань от парня. Ну и торговец он. Ну и не надо. И наемных работников у тебя навалом. Тимур, я наемному работнику свое хозяйство не оставлю. Это семейный бизнес, понимаешь? Пап, я хочу заниматься тем, к чему у меня душа лежит. Вот Иван Корнеевич меня понимает. Не надо мне про этого Корнеевича. Мало мне тебя, так это что, про хвост. Папашка тоже куда-то пропал. Ты про деда? Ничего, ничего. Объявится. Объявится. Клиентка говорит, что внук деду обрадовался, что быстро нашли общий язык. Вот теперь дед пропал, а внук совершенно спокоен. Может, он что-то знает? Ну, за ним надо понаблюдать. Этим я сам займусь, а у тебя будет другое поручение. У клиентки нет ни одной фотографии деда, но только те, где он молодой. Ну, интернет. Ну, в данном случае штука ненадежная, а нам очень важно знать, как он выглядит сейчас. Поэтому, поезжая в Санарина, ну, на машине быстро обернешься. Ну, хорошо, заеду на работу, может, он там на доске почета есть или еще где-то засветился. И домой тоже зайди. Может быть, дед там на что-нибудь обиделся и уехал, не попрощавшись. И звони там, если что, как-то. Угу. Иван Корнеевич, я думал над тем, что вы мне предложили. Ну, думал, отлично. Насчет переезда можешь даже не думать. Мы там с тобой будем королями, понимаешь? И в новой клиентке ты сможешь резки шить хоть круглые сутки. Потому что такого специалиста в нашем профиле там почти нет. Ну, Иван Корнеевич, я бы не хотел переезжать. Понимаете, здесь родной город, семья. Ну, а что семья? Родители у тебя еще крепкие, за них можешь даже не переживать. А, к тому же ты не на другой конец планеты едешь. Ну, то есть раз в месяц сможешь их навещать. А, может быть, вы клинику здесь откроете? Слушай, что ты как маленький? Я тебе уже сто раз говорил. Здесь конкурентов выше крыши. Тут не развернуться. Ну, а я не могу ехать. Понимаете, если я уеду, одному человеку будет очень-очень плохо. Что с тобой такое, а? Еще два дня назад ты был готов на все. Теперь ты даешь задний ход. Это из-за твоей девчонки. Да найдешь ты себе другую. Ну, какие твои годы? Ладно. Все, извини, я заболтался с тобой. Ты иди домой и ни о чем не думай. И лучше, лучше я буду думать, мне это привычнее, понимаешь? За нас с тобой двоих. Все, иди домой, иди. Не думай. Выполняя поручение детектива Насонова, Дмитрий прибыл в Сонарина и решил проверить, есть ли кто по домашнему адресу пропавшего профессора. Но дверь никто не открыл. О, добрый день. Кого вам надо, молодой человек? А, вы знаете, я разыскиваю Дробышева Эдуарда Анатольевича. Вы, случайно, не знаете, куда он мог уйти? Он перед вами. И чего вам от меня надо? А, я... Меня с кафедры прислали. Мне надо узнать у вас ваше мнение по поводу празднования Дня физика. У меня нет никакого дела, как эти бездари будут отмечать День физика. Неожиданно Дима обнаружил, что аккумулятор сел и позвонить невозможно. Тем временем к слежке за Тимуром подключилась Аня. Что-то я ничего не понимаю. Вас кто сюда послал? Так ваша же квартирная хозяйка сказала, что у меня жилет скоро съезжает. Да? Да. Ну, я говорил ей, что думаю съехать, но это еще не точно. Почему это она так торопится? Ну, не знаю, не знаю, что же она так торопится. Видимо, не хочет, чтобы квартира простаивала. Знаете, а у вас здесь миленько. Да, вполне. А можно в спальню посмотреть? Сейчас. Выбрав подходящий момент, Аня установила скрытую камеру. Да куда ж ты запропастился-то, а? Ну что, есть картинка? Да, картинка есть. Слушай, Дима тебе не звонил? Он что тут руку не берет? Нет, не звонил. Ой, кажется, я вовремя. У Тимура гости. Я купила твое любимое печенье и варенье, которое я сварила сама. Слушай, мне тут сказали, что через три недели у нас в городе будет музыкальный фестиваль. Пойдем на него? Не знаю. Я боюсь, что меня уже здесь не будет к этому времени. Что? Ты что, все-таки решил уехать? Ты меня бросаешь? Ириш, ну пойми, здесь я себе карьеры не сделаю. Так и буду на вторых ролях. А я хочу лечить животных. Я хочу быть в этом деле лучшим. И поэтому тебе нужно постоянно практиковаться и делать операции. А у нас в городе тебе их недостаточно. Слышала я уже эту песню. Ну ведь это так. А я? Ты забыл, что у меня мама по 3-4 месяца в больнице лежит в году? Я не могу ее бросить. Ира, ну зачем ты так? Ну я же не говорю тебе бросать мать. Ну будешь к ней ездить, когда надо. Я же не против. Боже мой, посмотрите на него. Он не против. Я вижу, ты все уже за нас решил, да? Только я так не хочу. Ну Ира, ну куда ты? Ира. Да, обложили парня. Да уж. И дома проблемы. Вот с девушкой поссорился. К детективу Насонова обратилась Тамара, жена Олега Сизихина. Пропал их гость, отец Олега, Эдуард Дробышев. Поскольку внук Дробышева, Тимур, излишне спокойно реагировал на исчезновение деда и был уверен в том, что старик скоро объявится, детективы принимают решение проследить за ним. Ой, опять кто-то пришел. Слышите звонок? Ну что, дед? Везде побывал, где хотел? Почти везде дело близится к финалу. Переговорил с кем надо. Скоро появится нужная сумма. Откроем тебе клинику, и тебе не придется переезжать. Дед, ты прямо как волшебник из сказки. Своя клиника, в мои-то годы. Кончи фантазировать. А ну-ка, сядь. Ты знаешь, сколько на это денег нужно? Знаю. А возраст? Как говорил один мудрый человек, молодость – это тот недостаток, который быстро проходит. Нет, надо мне начинать свою карьеру с Иваном. Другого выхода у меня нет. Время покажет. Чего ты такой смурной? Да с девушкой поссорился, дед. А, это та девчонка в джинсах и белой кофте. Не хочет, Ирка, чтобы я уезжал. А ты не уезжай. Я же для этого все сделаю, чтобы тебе не пришлось переезжать. Никогда мы не подумали, что дело так быстро будет раскрыто. Вот он, наша потеряшка. Внука чай распивает. Клиентке расскажете об этом? Да, разумеется, расскажу. Деда нашли, остальное не наше дело. Дед, ну, ты пока похозяйничай, я сейчас. Смотрите-ка, а что он делает? Смотри-ка, он что-то переписал с телефона внука. О, а вот еще одна пропажа нашлась. Ты где был? Почему телефон недоступен? Телефон сел, а зарядку здесь оставил. Я вам сейчас такую расскажу. Мы вот тут деда нашли, он жив и здоров. А вы в курсе, что этот дед поддельный? Что значит поддельный? Сейчас покажу. Вот. Смотрите. Так вот он, наш пропавший дед. А вот и нет. Настоящий профессор Дробышев, вот. Передвигается на инвалидной коляске, ужасный ворчун и проживает по указанному адресу. Так что я думаю, что приехать в город для него было бы затруднительно. Подожди, подожди. Зачем тогда этот поддельный дед выдает себя за настоящего? Чего он убивается? Не знаю. А это ассистент Дробышева Петр Апарин. Он же помощник, сиделка и нянька в одном лице. Тогда задача меняется. Наблюдаем за поддельным дедом, не выпускаем его из вида. Мы с тобой сейчас к дому Тимура, а ты собираешь всю информацию на Петра Апарина. Хорошо. Да, это я. Мы звоню, как договаривались. Ну что, отличные ребята. У сына дом, полная чаша. Все сам сделал, своими руками. А внук, ну просто талантище. Ему бы помочь не помешало бы. Я сейчас как раз этим вопросом занимаюсь. В идеале, в идеале ему бы клинику свою открыть. Ну ладно, мне сейчас еще одно дело надо уладить. Нет, оно не связано с этим. Это совсем другое. Ну, вреда от самозванца никакого. Ну вот интересно, что за игром ведет. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Да. Я тут кое-что нашла по этому Петру Апарину. Статья биографического характера. Но одна вещь меня оттуда зацепила. Он оказывается из военной семьи. И отец был крайне недоволен тем, когда Петр пошел по научной стезе. Ну надо же, как судьба повторяется. В семье клиентки ведь та же самая история. Отец хочет, чтобы сын пошел по его стопам, а сын ни в какую. Так, ладно. У нас тут еще одно рондеу. Давай пока. Он с девушкой своего внука встречается. Так вот чей телефон он копировал с книжки внука. Это вы мне звонили? А зачем? Я прекрасно знаю, что у Тимура есть дед, но наши отношения вас не касаются. Блин, я просто хотел рассказать вам одну историю. Как встретились двое людей, полюбили друг друга, и потом своими же руками разрушили свое счастье. Спасибо. Но у меня и собственная история вполне печальная получается. Так что не стоит беспокоиться. Та девушка была тоже гордой и не смогла сказать ему о своих чувствах. И он уехал насовсем, потому что считал, что она любит своего прежнего, кавалера. Только эта история не про нас. Тимур прекрасно знает, что я его люблю и все равно уезжает со своим Иваном Корнеевичем. А ты помоги. Помоги Тимуру. Ну, чтобы он принял решение не умом, а сердцем. И остался с тобой здесь. Вы знаете, некоторые решения мужчина должен принимать сам, без всякой помощи извне. Тем более он прекрасно знает мою ситуацию в семье. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Только ты постарайся понять Тимура. Обязательно. Только я думаю, что уже поздно. Он уезжает, я остаюсь. Все. До свидания. Ну что, кажется, я начинаю понимать, что здесь происходит. Давай за этим с Мазанцем, а я тоже кое-что проверю. Какой заботливый дед у Тимура. Странно только, что он о вас ничего не рассказывал. А вообще, ваш Тимур, конечно, талант каких еще поискать. Я знаю. Только он достоин лучшего, чем всю жизнь горбатиться на тебя. Что вы говорите? Слушай, оставь парня в покое. Ты надумал уехать куда-то и тащишь парня за собой. А у него, между прочим, здесь невеста есть. Так что я по-доброму прошу. Оставь парня в покое. Я не понимаю, о чем вы говорите. Я навел о тебе справки. У тебя проблемы с налоговой. У тебя проблемы с фармацевтами. Да во всем городе нет ни одного человека, с кем бы ты не поссорился, из-за своего поганого характера. Это ложь. Один только Тимур этого не понимает, что ты за тип. А ты это используешь. И рассказываешь ему всякие сказки про то, что у вас там конкуренты есть. Тебе нужен раб в клинике. Так что я тебе говорю, оставь его в покое, иначе худо будет. На кого ты лезешь, старик? Я тебя последний раз предупреждаю. Иначе мой знакомый налоговик за твои художества обложит тебя такими штрафами, что тебе всю жизнь потом не расплатиться. Ну, значит, я не ошибся. А еще я проверил дату отъезда профессора из нашего города, дату отъезда его ассистента и дату рождения Олега. Жаль, что сейчас уже поздно. Поздно для чего? Для разговора с клиенткой и со всеми заинтересованными лицами, скажем так. Ну все, до завтра. Алексей Викторович, мне бы хотя бы можно было рассказать. Как детектив Насонов и планировал, на следующий день он собрал всю семью клиентки вместе. Ну, эта история началась много лет назад. Один, скажем так, не очень чистоплотный профессор после того, как устроил здесь скандал, сбежал в другой город, а здесь бросил влюбленную в себя девушку. Да уж, расскажите нам, чего мы не знаем. Охотно. Но самое удивительное, что вторым кавалером этой девушки стал аспирант того же самого профессора. Так ведь, Петр Евгеньевич? Да, так оно и было. Но я всегда сторонился слухов, в том числе и про Лидочку с Дробышевым. Связь свою не держали в тайне, так решила сама Лида. Вообще, в институте не приветствовали отношения между преподавательским составом и студентами. Но то, что сошло бы с рук профессору, не простили бы аспиранту. Значит, кто-то все-таки нас запалил. Да нет. Но когда профессор уехал, он забрал с собой аспиранта. И таким образом девушка оказалась брошенной во второй раз. Сына, который родился у Лиды, все считали ребенком профессора. Кто-то даже не поленился и сообщил об этом Дробышеву. Вот только того это не особо взволновало. Позвольте дальше я расскажу. Таким образом, заданный внешними условиями парадокс не может сработать в имеющейся... Эдуард Анатольевич, вам бы в больницу. Да нет, Петруша. Моя песенка спит. Я должен найти семью и распорядиться наследством. Но мои ножки не ходят. В отличие, скажем, от твоих. Что вы имеете в виду? У меня есть сын. Вот от той связи со студенткой. Ты станешь моими ногами, ушами и глазами. На предстоящую неделю ты станешь мной. Ты поедешь и выяснишь, достойны ли мои потомки, моего наследства. или я завещаю все хоть вону местному зоопарку. Но у нас в Сонарине нет зоопарка. Да мне какая-то, да. Таким образом, здесь появился лжи Эдуард. И первое, что он увидел, был портрет девушки, в которую он когда-то был влюблен. А как же ты понял, что я твой родной сын? Дело в том, что Лидочка написала мне, что она беременна. Также написала, что она не хочет рожать и избавиться от ребенка. Но, к счастью, это не произошло. Это я понял, когда профессор поручил мне эту поездку. И промолчали. У меня есть семья, сын. Но я виноват перед тобой, перед вами, перед Лидочкой. Ну, почему ты пропал на три дня? Зачем ты сбежал к Тимуру? Петру Евгеньевичу была нужна свобода маневра. Он хотел быть поближе к внуку. И еще мне кажется, что у Тимура скоро будет своя ветеринарная клиника. Тимура. Да. Да. Конечно, я приеду. Профессор умер. Я должен ехать, распорядиться по поводу похорон. У него никого нет, кроме меня. Прошел месяц. В офисе детективов продолжалась рутинная работа по текущим делам. Помните нашего деда Самозванца? Только что звонила Тамара, наша бывшая клиентка. В общем так, Дробышев Эдуард Анатольевич завещал все свое имущество, движимое и недвижимое своему внуку. Так подождите, Тимур и профессор, они же совершенно чужие друг другу люди. Разве Тимур имеет право получить это наследство? Все зависит от того, кто конкретно указан в завещании. А Дробышев имел право указать завещание любого гражданина. А вообще Тимуру повезло. А парень сделал все для того, чтобы он остался. И теперь он может спокойно жениться на своей девушке Ирине. И открыть свою ветеринарную клинику. На полученное наследство Тимур открыл свою ветеринарную клинику. Скоро состоится его свадьба с Ириной. Петр Евгеньевич переехал, чтобы быть поближе к родным. Субтитры создавал DimaTorzok Папа, мне страшно. Что делать? Пожалуйста, приезжай. Да какая скорая она умерла? Хорошо, я поняла. В детективное агентство обратилась Лариса Бакумова. Моя подруга Вера. В собственной квартире, представляете? Так, ну а полицию подключили? Конечно, подключили. Когда ее дочь Ксюша вернулась ночью, нашла свою мать в крови, она, конечно, вызвала полицию. Можно водички? Да, спасибо. А вот, она, конечно же, вызвала полицию. Но полиция говорит, что это ограбление. Ну, в квартире все верно. Мы, к тому же, это не первое ограбление у них в районе. Так что вас не устраивает? Она меня все не устраивает. Все меня не устраивает. Вот, посмотрите. Вот, вот это. Вот это, видите? Это Вера. Это вот Ксюша. А вот это их собака Рекс. Так вот, когда Ксюша вернулась домой, то Рекса не было. Следователь говорит, что, возможно, вора убили и выбросили собаку. На Рекс никого чужого к себе не подпустит. Он же любого вора разорвет. То есть, вы считаете, что убийство совершил кто-то из своих? Конечно. Ну, допустим. Ну, даже если так, следователь-то разберется. Послушайте, в этом деле есть маленький нюанс. Дело в том, что из квартиры пропали драгоценности и крупная сумма денег. Так вот, эти деньги я одолжила Вере. И даже если полиция их найдет, то она мне их просто не вернет. У меня же нет никакой расписки. То есть, вы хотите, чтобы мы вернули вам деньги? Да. Нет, конечно, я хочу, чтобы вы нашли убийцу у моей подруги. Угу. Я вот в том подъезде живу, а Вера в этом жила. Можно я на секундочку сяду? У меня так ногу натерло. Ой, боже мой. Эти туфли, это же какой-то кошмар новый. Вера, знаете, она же, когда с мужем развелась, Ксюше десяти лет, не было. Миша очень хотел, чтобы дочь с ним жила, но суд решил, что ребенку лучше с матерью будет. Возьмите. Ой, спасибо большое. Это проклятие всех женщин. Ну, так вот, они очень дочи сбаловали. Каждый тянул на свою сторону. Ну, Вера, почему у меня денег заняла, чтобы дочь свозить на Средиземное море. Ой, Господи, ну, 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 какое море получилось. А Михаил давал деньги на содержание Ксении? Нет, ну, конечно, давал, но это разве как-то решает проблему? Девочка избалована, привыкла к дорогим шмоткам, заграничным круизам. А Миша злился, потому что Вера ездила же вместе с дочерью по круизам. Он кричал, что я, мол, даю деньги на содержание ребенка, а не для бывшей жены. А мы можем дальше идти? А, ну, да, конечно, конечно. Пойдемте. Следователь сказал, что смерть наступила между девятью и двенадцатью часами вечера. Я вернулась где-то полтретьего. Да. В девять шестнадцать Вера жила, была еще. Я с ней по телефону разговаривала. Здравствуйте всем. А что? Что здесь случилось? А? Виталик, Веру убили. Говорят, что ограбление. Верочку? Господи. А я ей звоню, звоню, а она трубку не берет. Виталий, вы извините, а во сколько вы ей звонили? Что? А, поздно, после одиннадцати. В одиннадцать двадцать. На автоответчике запись осталась. Полиция файл забрала, но я попросила себе скинуть на телефон последняя запись с мамином голосом. Привет, вы позвонили в квартиру Смирновых. Оставьте сообщение, и мы вам перезвоним. Алло, Верунь, ты чего мобилу не берешь, а? Звоню, звоню. Слушай, я так задолбался, просто с ног падаю, ложусь, а завтра к обеду буду дома. Заскучился ужасно. Целую. Виталий, а вы, Вере, кто? Ну, любовник мамин. Вы вместе жили? Когда как. У меня своя жилплощадь есть. Ну, вот. Вы звонили из своей квартиры? Да нет, я из командировки, из арестов. А тут? Ксюшенька, ну, почему ж ты мне не позвонила? С какой стати? Ты мне кто вообще? Игорь Петрович, мы проверили камеру возле подъезда нет, поэтому проверить, кто заходил и выходил, не получится. Зато мы уточнили время смерти с 21.16 до 23.20. Да, а я еще поставил камеру в квартире Ксюши на всякий случай. Когда это ты успел? Ты вроде все время с замком у входной двери возился. Ну, вообще-то профессионалы свои секреты не выдают. Но для тебя я сделаю исключение. Пока Ксюша показывал тебе, где лежали драгоценности, а Лариса выпроваживал Виталия, я взял и подсуетился. Шустрый? Ну, конечно. Что с собакой шустрый? С собакой сложнее, информации нет. Плохо. Ну, ладно, продолжайте искать. А я запросил распечатку звонков Веры. Так вот, около 7 вечера она недолго разговаривала с бывшим мужем Михаилом. Если после этого разговора Михаил к ней нагрянул, то ладно, я к Михаилу. Детектив Лукин приехал на квартиру к бывшему мужу Веры Михаилу Смирнову. Проходите, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Это частный детектив. Да, Лукин отношения, но все равно это ужасно. Скажите, вы вчера с Верой виделись? Разговаривали по телефону. Собирались встретиться, но Вера сказала, что у нее голова болит. И мы перенесли на другой день. Так что я вчера весь вечер был дома. А вчера вечером вы никуда из дома не отлучались? Да. Мы с Ольгой кино смотрели. Это моя невеста. А в котором часу это было? Где-то в десять. Извините. Да. Игорь Петрович, ну что, мы нашли Рекса, но только мертвого. Точнее, его нашел дворник в мусорном баке. Да, и тут такая история. Собаку недавно прооперировали. У него свежий шрам на животе. Кто это сделал и зачем непонятно, потому что Ксюша говорит, что операция не предвиделась. Да, я понял. Угу. Ну что, поехали к ветеринару. Надо узнать, что это за операция, кто это сделал. Садитесь. К детективам обратилась Лариса Бакумова. Ее подруга Вера была убита в собственной квартире. Следователь считает, что это одно из ограблений, волна которых прокатилась по их району. Однако Лариса уверена, что преступление совершил кто-то из своих, поскольку из дома исчез пес Рекс, который чужих в дом не пускал и в случае чего смог бы защитить Веру. Игорь Петрович, если ты подозреваемый, то Виталия можно вычеркнуть. Его вообще в тот момент в городе не было. Да, клиентку тоже можно исключить. Вообще-то это пока только те, кто вхож в дом. И кого знает Рекс? И кого знаем мы. Верно. Так что, расширяем список? Не исключено. У вас как дела? Собаки вскрывали желудок. Ветеринар говорит, что скорее всего она проглотила какой-то посторонний предмет. Возможно что-то важное для преступника? Аккуративная драгоценность, например. Может быть. В общем так, нужно озвонить все ветеринарные клиники и выяснить, где именно собаки делали операцию. Угу, уже занимаюсь. Молодец. Да? Хорошо, Ольга. Договорились. Похоже, Ольга хочет нам сообщить что-то очень важное. Я к ней. Понимаете, дело в том, что я сказала неправду. Михаила вчера вечером дома не было. А вы думаете, я не понял? Я думаю, поняли. Поэтому и пришли. Испугались, что я этого так не оставлю. Ну да. А полиции я еще больше боюсь. Просто это Миша попросил меня сказать, что он вчера никуда не уходил. Он должен был встретиться с Верой. Домой он пришел поздно и сказал, что до Веры не доехал. У него рубашка была в крови. Да? И как же он это объяснил? Он сказал, что с какими-то гопниками подрался и что он мог просто случайно одного из них покалечить. Он же бывший боксер и если докопаются до этого, то это же статья, вы понимаете? Поэтому он попросил меня сказать, что он был дома вечером. И вы ему поверили? Ну, сначала да, а потом ночью позвонила Ксюша, а Миша думал, что я сплю и ничего не слышу, а я все слышала. А что вы слышали? Я слышала только Мишина ответы. Он сказал Ксюше, чтобы она сама вызывала полицию, что он к ней не приедет, потому что все равно ничем не сможет помочь. А уже днем он сказал, что Веру убили. это он. Я ему сказала, что у меня мама заболела, что я у нее поживу. А как вы думаете, это Миша Веру? Скажите, а где рубашка, в которую вчера вечером пришел Михаил? Я ее принесла, он ее в мусорку сразу выкинул, вот она. Вы что, с ума сошли? Это же следователь должен сделать под протокол, припомитых. Что? Хорошо, вместе поедем к следователю. Я сам ему все объясню. Пойдемте. Мы нашли клинику, где делали операцию Рексу. Врач сказал, что доставал из его желудка часы. Да что, Рексик умер от этого? Ну, он не очнулся после наркоза, то есть, специально его никто не убивал, но мы предполагаем, что в ветеринарную клинику его привез именно убийца. Так он что, проглотил, что ли, его часы? Да, верно. Причем, это были дорогие часы известного бренда. Кстати, вы не знаете, никто из знакомых Веры не носит такие часы? Сейчас покажу вам, как они выглядят. Вот. Слушайте, точно такие часы есть у Михаила. Да, не хотела предвосхищать ваш ответ, но ветеринар описал нам именно внешность Михаила. Вот ты подлец. Нет, ну я так и знала. Готовы экспертизы, пятен с рубашки Михаила. Это действительно кровь. Третья группа положительная. Как и у Веры. Игорь Лукин договорился о встрече с Михаилом. Неожиданно Михаил пригласил его на квартиру Веры и Ксюши. Дочку поддержать, с похоронами помочь. Ну да, тем более невеста ваша к маме уехала. Ну да, а вы откуда знаете? Знаю. Никак не могу найти удостоверение на могилу. А ведь вы, Михаил, соврали мне. Сказали, что вчера вечером никуда не выходили из дома. А вы были в ветеринарной клинике, когда Рексу делали операцию. Значит, и у Веры вы были. Я действительно был. Ну как вы? Я могу даже предположить, что вы замахнулись на Веру, а Рекс, защищая хозяйку, схватил вас за руку и проглотил часы. Рекс жрет все, что ему попадется, дурная собака. С Верой мы просто поссорились. Она, понимаете, Ксюша мне сказала, что Виталий к ней приставал. Вы понимаете? Я не хотел, чтобы моя дочь жила под одной крышей с этим ублюдком. Я хотел забрать Ксюшу. А Вера, как обычно, начала огрызаться. Ну, я и замахнулся на нее. Замахнулись ножом. Вера перед ссорой резала огурец для косметической маски. Вот этот нож вы и схватили. Да нет. Рукой замахнулся, кулаком. Рекс меня и цапнул. А когда собака умерла, вы выбросили ее в ближайший помойный бак. Я не хотел говорить про собаку. Ксюша возненавидела бы меня, если бы узнала, что Рекс умер по моей вине. Так это ты убил Рекса? И не его одного. Откуда кровь на вашей рубашке? Так откуда, пап? Доченька, доча, верь мне. Все, что сейчас я тебе скажу, чистая правда. Мне очень важно, чтобы ты мне поверила. Понимаешь, дочь? Ну, давай уже дальше. Да, мы поссорились с твоей мамой. Рекс проглотил мои часы. Их по-любому нужно было доставать. С часами в желудке он просто бы не выжил. Понятно, дальше. Когда Рекс не проснулся, я даже заплакал. Мне так было его жаль. И когда я ехал домой из ветклиники, я вообще ничего не соображал. Чья кровь на вашей рубашке? Да подождите вы, я пытаюсь рассказать своей дочери, все объяснить. Ехал вообще никакой. А тут она, эта тетка. Я не знаю, откуда она взялась. Я выскочил из машины, перевернул ее, а она мертвая. Дорога пустая, я сбежал. В собственной квартире была убита Вера Смирнова. У детективов есть все основания думать, что убийство совершил некто из близкого окружения Веры. Подозрение падает на первого мужа Веры Михаила. Именно с ним связана смерть собаки Веры Рекса, а свежая кровь на одежде Михаила той же группы, что и кровь Веры. По информации ГИБДД вот на этом участке дороги действительно было ДТП в 21.10. Но Михаилу повезло, женщина, которую он сбил, выжила. Но мы это с вами знаем, что в 21.16 Вера еще разговаривала по телефону с Ларисой. А после аварии он не мог вернуться обратно к Вере? В 22.03 Михаил проехал пост ДПС недалеко от своего дома. Он чисто физически не смог бы за это время отсюда добраться до дома Веры, а потом до своего дома. Хорошо, но если Рекса забрал Михаил и собаки в квартире не было, то тогда что мы расследуем? Может, полиция права, и это обычное ограбление? Ну да, преступники обманным путем вынудили Веру открыть дверь. Ну, например, сказали, что они соседи. Грабитель взял нож, которым она резала огурцы и убил ее. Следователь тоже так считает. И я бы с этим согласился, если бы долго еще. Напрасно ты меня своим врагом считаешь. А кем мне тебя считать? Ты столько лет Вере голову морочил, а сам Ксюша подбирался? Охренел совсем. Ты что, милешь? Ксюша матери все рассказала. Твоя Ксюха меня ненавидит. Вот и придумывает ерунду всякую. Чтобы Верка меня быстрее турнула. И почему я должен тебе верить? Не верю. Только мой тебе совет. Увез бы ты Ксюха от греха подальше. Чего? От какого греха? Не ровен час, менты хватятся. Я на неделе поймал Ксюху, как она у матери из-за гашника деньги воровала. Видимо не в первый раз. А ты представляешь, если Верка это увидела, а Ксюха схватилась за нож. А? А ну пошел вон отсюда. Я то уйду. А ты все-таки подумай. да, не зря все-таки камеру поставил. Ну задача вам ясна? Да, проверяем Ксюшу. Молодцы. Наташа поговорила с Ксюшей. Та рассказала, что в ночь убийства матери она работала в клубе. Дима поехал в клуб проверить алиби Ксюши, а Наташа продолжила наблюдение за ней. а выступала ну хорошо тогда снимаю наблюдение хотя нет подожди перезвоню. Как все прошло надеюсь никто не понял что это была не я. Не парь все норм. Обращайся. Помощница частного детектива могу я задать вам несколько вопросов по поводу? вы только что получили деньги от Ксении Смирновой за что? Я за нее вечер отработала. Вы подруги? Нет по сети списались я в театральном учусь ну вот и выручила. А Ксения объяснила почему она сама не смогла отработать? Ну ей нужно было отлучиться а начальство недовольное ее частыми пропусками могли уволить а в чем вообще дело? Да ни в чем просто ее подозревают в убийстве. Как в убийстве? А вот так могу я записать ваш номер телефона? Да конечно диктуйте Будешь нужна все равно найду! Дима подъехал к торговому центру где Наташа караулила Ксюшу в общем Ксюша еще на работе на открытии магазина скачет но через полчаса должна встретиться с каким-то Никитой по очень важному делу нельзя их упустить привет! Ряды все это затеял. Менты уже по-любому во все ломбарды ориентировки отослали. А что ты предлагаешь? У меня других вариантов нет. Или ты ментов испугался? Я? Давай сюда свои брюлики. Ну что? Вот и все. Это драгоценность ее матери. Ну а чижа еще? Ну что, все нормально? Ну вроде тишина. Квитанция? Может в кафешку сходим? Деньги-то есть. Да иди ты на улице своей кафешкой. Пойдем. Пойдем. Снято. Ну что, сходишь? Угу. Во-первых, в день убийства Ксюша не работала в клубе. Ее заменяла другая девушка. А во-вторых, мы видели, как она сдавала драгоценности в ломбард. Интересно, а как Ксения могла сдать в ломбард драгоценности? Она же несовершеннолетняя. Как у нее приняли-то? Зато ее приятель совершеннолетний, Никита Каблуков. Ну, если, конечно, верить паспорту, который он в ломбарде показал. Да я пробил уже этого Никиту. Тот еще фрукт. С 14 лет он является постоянным клиентом инспекции по делам несовершеннолетних. Так, может быть, Никита подбил Ксюшу на преступление? Может быть. Вы вот что. Вы за этим Никитой установите наблюдение. Поехали. Ну что, Никита, похоже, ни при чем. Бабушка сказала, позавчера его в скорость забрала с приступом аппендицита. И что, уже отпустили? Приступ, похоже, ложный оказался. Что-то сомневаюсь. Надо проверить. Детектив Лукин пригласил в офис Ларису. Клиентка должна была опознать драгоценности, которые Ксюша сдала в ломбард. Слушайте, точно это они. Смотрите, вот это кольцо Вере еще от матери ее досталось. Вот видите, какая необычная форма. Ага. А вот эти сережки ей Виталик подарил. О, и это кольцо тоже. Слушайте, он так, Вера, баловал. Лариса Павловна, взгляните, пожалуйста, еще вот на это. Слушайте, ну, это Никита. Парень Ксюши. Меня вот что смущает. В больнице подтвердили, что позавчера Никиту забирали с приступом аппендицита. Причем врач сказал, что с ним была девушка Ксения. Ну, может, он ошибся. Ты же сама прекрасно понимаешь, сколько народу через врачей проходит. А вот я поеду к Ксении и сам у нее все выясню. Ну, и что ты на это скажешь? Да это бред вообще думать, что я убила маму. Я взяла ее украшение. Но это еще до убийства было. Не взяла. Не взяла, а украла. Да Никита из-за меня навалял одному уроду так, что тот пригрозил снять побои и заявление написать в полицию. Но я и взяла украшение, чтобы откупиться. А почему ты? Вроде Никита мужчина. А где он возьмет? Он сирота, его бабка растила. Ну, хорошо. Разговор не о Никите, разговор о тебе. Нам известно, что в тот вечер вместо тебя в клубе выступала другая девушка. Да, потому что я была с Никитой, но я не убивала маму. Вот украшения тут всегда лежали. Мама их редко надевала, говорила, что золото старит. Да и вообще, я вернуть их собиралась, и она бы даже не заметила. Но потом я подумала, что это все можно свалить на ограбление. Мне ведь еще долги друзьям отдавать надо. А деньги? Где деньги лежали, я вообще не в курсе. Мама их так прятала, что вообще не найдешь. Но, видимо, вор нашел. А у тебя сохранилась квитанция из ломбарда? Когда ты драгоценности в первый раз закладывала. Да, есть. Годится. Я думаю, что если Ксюша снова закладывает драгоценности, значит денег она не брала и маму не убивала. А у Виталия и Михаила алиби. Извините. Марина сказала, что связи в горах нет. Да, Мариночка. Алло, Марина. Алло. Марин. Странно. Марина звонила, поздравляла с годовщиной нашей встречи. Только я что-то не понял. Такое ощущение, что это запись. К тому же там связи нет в горах. Так это услуга от срочного голосового сообщения. Ну, когда ты наговариваешь текст и потом заказываешь отправку в нужное время. Любое. Точняк. А я и забыл об этой услуге. Купился. Вот что, ребятки. А я, кажется, знаю, кто Веру убил. Прошу. Вам чайку или, может, яишенку на вашу долю? А, благодарю. Если вы не против, я бы вашим телефоном воспользовался. А, пожалуйста, конечно. Только вы, пожалуйста, трубочку не снимайте, хорошо? Хорошо. Угу. Раз. Два. Привет. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Виталий, здравствуйте. Это частный детектив Лукин. Сейчас я звоню вам из офиса. Но когда вы услышите это сообщение, я буду стоять перед вами. Именно так вы обеспечили себе ложное алиминь. Не правда ли? Вы свой телефон оставили в номере. Ну, чтобы по координатам казалось, что вы находитесь там. Ну, дешевенькая гостиница на окраине, без камеры видеонаблюдения. А на самом деле носик вы приехали к Вере. Убили ее и вернулись в гостиницу. Вы прекрасно знали, что Вера трубку не снимет. На тот момент она уже была мертва. А мы проверили. И ваш оператор подтвердил, что вы действительно заказывали услугу отсроченного голосового сообщения на 23 часа 20 минут. Она довела меня до ручки. Нет. Ты не понимаешь. У меня коллекторы каждый день трясут. Я в банке кредит не знаю, как отдать. Я еще всем друзьям должен. Ну! А я здесь плечом. Это твои проблемы. Дура! Я же тебе квартиру купил. Все эти брюлики. Все эти украшения. А ты и должен был купить. Ты мужчина, а я женщина. И вообще, секс с тобой, между прочим, был, мягко говоря, так себе. Только из-за квартиры можно было терпеть. Зачкнись! Вера, послушай. Но ведь я же отдам. Я же все верну. Я же раскручусь снова. Значит так. Эти деньги я отложила на отдых с Ксюшей. Твои долги – это твои проблемы. Вера! Ну! Ну! И вообще, ты забыл, что мы решили расстаться? Меня же убить могут. Дура! Да ладно пугать-то. Небось не убьют. Привет! Вы позвонили в квартиру Смирновых. Я до последнего надеялся, что не сделаю этого. Я надеялся ее убедить. Тогда бы я просто стер запись с автоответчиком, и ничего бы не было. Вот не верится. Если вы заранее побеспокоились об алиби, я думаю, что и орудия убийства вы могли принести с собой. Например, вот этот самый нож. Ну, на месте оказался нож Веры. Им вы и воспользовались. Я был в состоянии аффекта. Да ладно вам! Вы убили Веру и ограбили. А потом все попытались сварить на Ксюшу. Очень мужской поступок. Ксюха всегда меня ненавидела. А на что вы рассчитывали? А, вы думали, что Михаил засуетится, усилит наши подозрения. Ну да, вы же узнали, что в дело подключились частные детективы. Камеры везде по нас ставят. Вот и разыграли этот спектакль. Спектакль не получился. Ну почему же? Хороший спектакль. Я поначалу даже поверил. А тогда как? Да помог привет с гор. Что? Не берите в голову. Я вызываю следователя. Виталия осудили на 8 лет лишения свободы. Михаил был осужден условно и лишен водительских прав на 2 года. Он расстался с Ольгой и стал жить с дочерью. Казахстан. Продолжение следует...